На обгон в кризис. На обгон в кризис Алексей Громадчиков 16 в 2015. Алексей Громадчиков к маю предполагается сварить 300 кузовов новой Lada Vesta. На фото, все они будут предназначены для испытаний, а серийные машины пойдут с конвейера. Начиная с 25 сентября Автоваз начал пилотную сборку новой флагманской модели Lada Vesta. Ее миссия – вернуть потребительское доверие к крупнейшему российскому автомобильному бренду. Способствовать увеличению производства на предприятии доли марки Lada. На рынке если в Европе мы даем менеджменту неделю на выполнение той или иной задачи, то в России я даю один день. Потому что знаю, если дать неделю, то все равно здесь все будут делать в последние сутки. Так президент Автоваза Швед Буандерсон полушутя характеризует свой управленческий подход, который распространился и на процесс создания новой модели. Lada Vesta – этот автомобиль, который сейчас имеет особенное значение для крупнейшего российского автопроизводителя, действительно готовится к выпуску в крайне сжатые сроки. Не прошло и полугода с тех пор, как Vesta – статусе концепта впервые была показана на московском автосалоне. На днях на предприятии состоялась сварка пилотной серии кузова Vesta, а старт серийного производства намечен на 25 сентября. Получается, что предприятие менее чем за год планирует поставить на конвейер совсем новую модель. Это крайне сжатые сроки даже для мировых гигантов автопрома. Еще недавно автоваз никак нельзя было назвать столь расторопным, например, в свое время модель Lada Kalina готовилась к производству целых 11 лет. Чисто российская платформа такая спешка объясняется желанием компании в кризисное время усилить свои позиции, сыграть на снижении платежеспособности покупателей и предложить актуальный по нынешним временам продукт. На автовазе подчеркивают, что Vesta – исключительно российский в плане инжиниринга автомобиль. Для его создания не использовалась ни одна из существующих платформ самого автоваза или альянса Renault-Nissan, в который входят российский автогигант. Платформа Vesta – созданная инженерами автоваза с нуля, при этом она станет тем, что на сленге мирового автопрома называют Grandmother – бабушкой, основой для многих других моделей. Впрочем, корни проекта Vesta тянутся намного глубже показанного в прошлом году концепта. Основой новой машины можно назвать стародавний проект S, о котором автоваз объявил еще в 2006 году. Он предполагал создание нового семейства моделей так называемого S-класса в сотрудничестве с канадской компанией Magna. Но в 2008 году началось поглощение автоваза франко-японским альянсом Renault-Nissan и в 2009 проект заморозили. При этом было объявлено, что часть наработок будет использована как раз для создания новой модели Lada Vesta. И хотя на предприятии утверждают, что от канадского проекта Vesta осталось не так уж и много, все-таки справедливо говорить, что в основу конструкции Vesta легла недоработанная в сотрудничестве с канадцами модульная платформа, которая сейчас получила название Lada B. Несмотря на название платформы, созданное на ее основе Vesta, нацелена на размерный класс S. То есть эта машина будет побольше, чем, например, Renault Logan или Hyundai Solaris, размерный класс V, и попадет по габаритам в так называемый Golf-класс, класс S, например, в один ряд с такими машинами, как Ford Focus или Opel Astra. Что же касается самого названия Vesta, то оно, похоже, не несет особой смысловой нагрузки. Vesta – богиня домашнего очага в греческой мифологии, что не вполне соответствует образу транспортного средства. Скорее всего, название Vesta выбирали по благозвучию, в том числе и в иностранных языках, дабы избежать прежних ошибок. Советское название автомобиля Жигуля – мало того, что труднопроизносимо для иностранцев, оно еще созвучно с двусмысленным словом «Жигала». Под знаком X руководство автоваза называет Lada Vesta новым лицом, новым ДНК своей продукции. Эта машина создавалась под руководством нового шеф-дизайнера автоваза Стива Маттина. Раньше он работал в Mercedes-Benz и Volvo, который изготавливал концепт в итальянском Турине, в известной студии VK Model. Стив Маттин говорит, что его цель – объединить в будущем все модели автоваза едиными визуальными чертами. В первую очередь это будут формы знака Х, которые будут прослеживаться в очертаниях передка и других частей кузова. Кстати, в свое время Маттин рассказывал в интервью эксперту, что знак X символизирует собой противоречивость, в том числе российской действительности. В России, например, наблюдаются большие перепады температур зимой и летом, да и русский характер противоречив. Внешне русские люди часто смотрятся хмуро, но при этом дружелюбны и готовы прийти на помощь незнакомому человеку. Президент автоваза Швед Бу Андерсон минимизирует сдержки и обещает мировое качество новых моделей. ЛАДА Алексей Громачиков про философию X можно спорить, но в любом случае стоит признать, что дизайн ЛАДА ВЕСТА – большой шаг вперед для толиттинского предприятия. Эту машину язык не повернется назвать зубилом, тазиком или другим обидным прозвищем, какими в свое время в народе называли вазовские автомобили. ВЕСТА Смотрится вполне современно, броские черты ей придают оригинальная выштамповка знака ХА по бокам кузова. Пока к выпуску готовится ВЕСТА В кузове СЕДОН. Однако в будущем появятся автомобили в кузове Хэтчбек и Универсал. Выглядят эти модификации тоже неплохо. Их в виде концептов на днях показали журналистам в Тольятти, правда, фотографировать пока строго запретили. Курсовая устойчивость конструкция новой ВЕСТА Как и внешний вид, по предварительной информации, получается вполне передовой. Вообще, ЛАДА ВЕСТА Еще изначально называли ПРИОРА Два, так как в перспективе она должна заменить собой семейство. ЛАДА ПРИОРА Правда, это произойдет не сразу. ПРИОРА Будет производиться как минимум до 2018 года. И если сравнивать новую машину С. ПРИОРА То она стала заметно крупнее. Колесная база увеличилась на 128 мм, до 2620 мм. КОЛЕЯ 1510 мм, против 1410. Высокие показатели по такой важной для безопасности характеристике, как жесткость кузова накручения, более 15000 мм слеж град. Впечатляет и обещанная комплектация. Начать с того, что уже в базовой комплектации. ВЕСТА Будет оснащаться системой курсовой устойчивости. ИСП Раньше на российских автомобилях такое трудно было даже себе представить. Появятся на ВЕСТА И новые электрические усилители в руля. А рулевая колонка впервые в истории российского автомобилестроения будет регулироваться не только по углу наклона, но и по вылету. На модель предполагается устанавливать три мотора. Два из них ВАЗовские и один от НИСАН. Помимо механической коробки передач будет еще и коробка автомат. Производственный настрой. Интересно, что АвтоВАЗ решил производить свой новый флагман не на родной производственной площадке в Тольятти, а на мощностях дочернего Ижевского автомобильного завода. Связано это с тем, что Ижевская площадка оказалась более готовой к производству. Когда около года назад я пришел на АвтоВАЗ, производство ВЕСТА планировалось в Тольятти, рассказывает Буандерсон. Но когда я спросил, где же здесь цеха покраски и сборки, то мне сказали, что все они только строятся. Получается, мы собирались производить новый автомобиль, но для этого на заводе ничего не было построено. Производство в Ижевске создано по современным стандартам Альянса Рено-Ниссан, которые позволяют собирать на одной линии сразу несколько автомобилей на разных платформах. Сейчас в Ижевске собираются модели Ниссан Сентра и Лада Гранта. На подходе новая модель Ниссан Тида. До мая нынешнего года на Ижавто предполагается собрать 300 пилотных кузовов. Лада Веста. Все они пойдут на так называемую валидацию, дорожные испытания, краш-тесты и Т.Д. Ну а с 25 сентября до конца года предполагается выпустить порядка 5000 уже серийных машин Лада Веста. Для продажи. Общий объем выпуска новой модели планируется на уровне 100 тысяч в год. Веста. Не единственная новая модель, которая скоро начнет сходить с конвейера Автоваза. На 13 марта на заводе намечена сварка первого кузова другой новой модели. Лада Экс-Рей. Это будет компактный городской переднеприводный кроссовер, но уже созданный на платформе Альянса. Рено-Ниссан. Точнее, на базе модели. Рено-Сандеро. В том числе с помощью этой новой модели Автоваз рассчитывает существенно нарастить объемы производства, если по итогам прошлого года он выпустил 512 тысяч автомобилей, включая машины марки Лада, Рено, Ниссан, Датсон, то в наступившем году объемы производства должны скакнуть более чем на четверть, свыше 700 тысяч машин. Одновременно Автоваз борется за улучшение экономических показателей. Согласно опубликованному на днях официальному отчету, по итогам прошлого года размер выручки Автоваза увеличился на 8% и составил около 190 миллиардов рублей. Правда, чистый убыток предприятия тоже серьезно вырос и достиг 25 миллиардов рублей. При этом операционный убыток снизился и составил 5,7 миллиарда рублей. По итогам же 2015 года Автоваз уже рассчитывает выйти на операционную прибыль. Чтобы добиться этого, новое руководство Автоваза усиленно оптимизирует производственные затраты. По словам Буандерсона, если производственные затраты на каждый автомобиль, без учета комплектующих, сырья и материалов, еще полгода назад в среднем составляли 47 тысяч рублей, то сейчас 24 тысячи, а цель – к концу года достичь 17 тысяч рублей. Идет серьезная работа и над качеством. Если раньше 40% автомобилей не требовали доработки после схода с конвейера, то сейчас уже 85%. Большая проблема для предприятия – поставщики, которые могли бы предоставлять детали приемлемого для предприятия качества. Каждый день мы проводим работу с поставщиками, чтобы они давали нам нужное качество и сроки, говорит Буандерсон. При этом Автоваз берет курс на то, чтобы производить многие детали своими силами. У нас очень большой потенциал в этом плане, продолжает Андерсон. Взять, например, моторы. Наш потенциал – выпуск миллиона двигателей в год. Сейчас мы производим 660 тысяч. Кстати, именно поэтому я настоял, чтобы на новой модели X-Ray стоял не двигатель Renault, а наш двигатель. Рыночные перспективы. Уже в стандартной комплектации. Lada Vesta будет иметь систему курсовой устойчивости. Предполагаемая розничная цена машины ожидается в пределах 400-550 тысяч рублей предоставлена компания Автоваз. Автоваз понимает, что ему приходится выводить свою новую флагманскую модель в очень непростые для рынка времена. Сейчас трудный период, но для нас это преимущество, так как мы, российская компания и в меньшей степени зависим от колебания валютного курса, в отличие от иностранных автопроизводителей в России, говорит Бу Андерсон. С помощью Lada Vesta мы должны вернуть доверие потребителя к бренду. Ведь позиции Lada по-прежнему очень сильны. Более 14 миллионов человек ездят в России на автомобилях Lada. Вазовские маркетологи предполагают, что прежде всего Vesta будет конкурировать в России с бюджетными иномарками Hyundai Solaris и Kia Rio. Сейчас эти модели стоят в пределах 550-700 тысяч рублей. Однако по габаритам Lada Vesta будет больше таких моделей. Мы планируем продавать автомобили из класса по цене машины V-класса, говорят на Автовазе. Точную цену на Vesta производитель пока не называет. По словам Бу Андерсона, ценовой коридор составит 400-550 тысяч рублей. Поначалу речь шла о 400 тысяч рублей, но сейчас с учетом инфляции и девальвации цена, очевидно, будет выше. По такой цене Vesta, скорее всего, будет благожелательно встречена рынком. Впрочем, очень многое зависит от того, сможет ли Автоваз выдать продукт обещанного высокого качества. Ведь серийных Vesta пока нет и никто еще на них не ездил. Но Автоваз уверен в себе и обещает, что в нынешнем году бренду Lada впервые за последние годы удастся не только остановить снижение, но и увеличить свою долю рынка. Если по итогам прошлого года продажи Lada в России заняли 16%, для сравнения, в 2010 году – около 30%, а 10 лет назад – более половины – SM. График, то в 2015 году бренд рассчитывает занять как минимум 20% всех автомобильных продаж в стране. Такое же увеличение доли Lada на рынке прогнозируют и независимые наблюдатели, например, аналитики международной компании PricewaterhouseCoopers. Ижевск, Тольятти, Москва эксперт номер 8, 934, распечатать график в текущем году бренд Lada планирует увеличить свою долю на рынке.